Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Меня зовут Татьяна Вилесова. 8 сентября лабытнанцы сделали свой выбор в пользу новых депутатов городской думы 4-го созыва. В единый день голосования на избирательные участки города Лабытнанги пришло больше 40% зарегистрированных избирателей. Выборы признаны состоявшимися, они прошли без нарушений. Подробности к этим фактам сегодня добавит председатель территориальной избирательной комиссии города Лабытнанги Татьяна Цветович. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Добрый день! Главное политическое событие года состоялось, я вас с этим поздравляю. Думаю, что вам, как к бывшему учителю, должна быть близка пятибальная система оценки. Насколько вы оцениваете нынешнюю избирательную кампанию? Нынешнюю избирательную кампанию я оцениваю на твердую пятерку, правда, от души. Может быть, каких-то аргументов добавите к этому? Почему? Ну, потому что по всем параметрам, которые необходимы, это готовность технологическая, это уровень подготовки кадров участковых избирательных комиссий, это уровень овладения и применения технологией печати протокола с QR-кодом, со штрих-кодом, ускоренного ввода протоколов. Ну, вот комиссиями выполнена все на пятерку. Отлично. Ну, понятно, что дню выборов предшествовала огромная подготовительная работа. Все-таки ключевым днем, да, стал день 8 сентября. Вот насколько спокойно он прошел в нашем городе? Были ли отмечены какие-то нарушения, может быть, экстраординарные ситуации? Вот сам день X как проходило? Сам день голосования в целом проходил спокойно, в штатном режиме. Да, по городу были отмечены два случая. Это попытки выноса избирательных бюллетеней из помещений двух участковых избирательных комиссий. Я, к сожалению, не могу объяснить мотивы, по которым люди это делали. Наверное, были какие-то свои мотивы. Но в итоге это было замечено. При помощи сотрудников полиции данные граждане были возвращены назад в помещение участковой избирательной комиссии. Ну, как бы... Ну, то есть предотвращено, скажем так, нарушение, да? То есть как такового факта выноса бланков избирательных бюллетеней из помещения участковых комиссий не состоялось. А вообще это запрещено по закону? Ну, избиратель получил избирательный бюллетень. Вообще избирательный бюллетень – это собственность государства, избирательной комиссии. И он выдается избирателю для того, чтобы он там проставил свои отметки, либо никаких не поставил, это его право, и опустил в избирательную урну. Ну, я не могу сказать, что это можно однозначно квалифицировать как правонарушение, тем более, что это несостоявшееся деяние. Поэтому у нас претензий к этим избирателям нет. Конфликт был исчерпан на месте. Кстати говоря, за чистотой процесса голосования у нас традиционно следят независимые наблюдатели. Сколько в этом году их было на участках? Ну, в этом году было достаточно. На избирательных участках могли осуществлять наблюдения наблюдатели, направленные от избирательных объединений, которые выдвигали списки кандидатов, непосредственно от самих кандидатов в депутаты, и от общественных субъектов наблюдения у нас на территории это Общественная палата Ямала-Ненецкого автономного округа, а также члены комиссии с правом совещательного голоса, которые могли быть назначены либо лично кандидатами, либо избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов. У нас на избирательных участках были представлены наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса, и от субъектов выдвижения таких избирательных объединений, как политические партии «Единая Россия» и КПРФ. Были наблюдатели, назначенные непосредственно кандидатами в депутаты от КПРФ, от ЛДПР, от «Единой России». У нас на каждом избирательном участке присутствовали наблюдатели, назначенные Общественной палатой Ямала-Ненецкого автономного округа. То есть одновременно на участке находилось 3-4 человека из числа наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса. И на ряд участков непосредственно прибыли и присутствовали при подсчете голосов кандидаты в депутаты Городской думы. Это такая серьезная ответственность работать под таким наблюдением. Вот все-таки наблюдатели, они могут быть, скажем, и помощниками в каком-то смысле для членов участковых избирательных комиссий? Или это все-таки такие вот цензоры строгие? Ну, вы знаете, я думаю, что и цензоры, и помощники в одном лице. Потому что первое, что делает наблюдатель, когда у него складывается ощущение, что то-то, что-то идет не так, не по закону, первое, что делает этот человек, он подходит к председателю участковой избирательной комиссии и задает соответствующий вопрос. Иногда ведь бывает так, что, например, там может быть нарушен, например, порядок действий каких-то, но не потому, что есть какой-то умысел, а потому что действительно это очень напряженная работа, например, при открытии избирательного участка, когда мы не имеем права ни на минуту задержать открытие помещения для голосования, и в это время происходит, непосредственно перед этим временем происходит работа по предъявлению и опечатыванию пустых ящиков для голосования, по передаче избирательных бюллетеней непосредственно членам участковой избирательной комиссии для выдачи их избирателям в помещении и прочее, прочее, прочее. Поэтому очень много также здесь зависит от того, насколько продуманно председателям комиссии распределяются обязанности между всеми членами участковой избирательной комиссии, что таких сбоев не было. Но вот у нас как бы обращений таких вот наблюдателей не было, все что в штатном режиме, в том порядке, который определен законодательством. Ну, видимо, поэтому вы такую высокую поставили оценку, да, членам участковых избирательных комиссий. Вот один из избирательных участков нашего города в этом году открывался и под вашим непосредственным наблюдением, и вместе с вами туда прибыл уполномоченный по правам человека в Ямал-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. Вот какое впечатление у него осталось? Наверняка же он с вами делился от организации работы в нашем городе. Действительно, Анатолий Иванович Сак, он уже который год подряд в день голосования работает лично на избирательных участках города Лабытнанги. И присутствует при открытии избирательных участков, и контролирует ход работы участковых избирательных комиссий в день голосования. Замечаний к работе наших избирательных комиссий, к подготовке помещений для голосования и прочее от Анатолия Ивановича никогда не поступало. Мы ему благодарны за пристальное внимание к нашим участкам, за тот контроль, который он осуществляет, ну и за ту высокую оценку, которую он нам дает. Помимо всего, Анатолий Иванович всегда присутствует, контролирует соблюдение активного избирательного права избирателей, которые содержатся в местах содержания под стражей. В нашем городе расположено СИЗО номер один, и также граждане содержатся в ИВС. Анатолий Иванович всегда присутствует при проведении голосования в таких режимных учреждениях. Все проходит под его непосредственным контролем. Мы вернемся к выездному голосованию чуть позже. Сейчас хотелось подробнее о системе выборов. В этом году она изменилась. Предыдущий состав городской думы был сформирован еще в 2014 году. Тогда депутаты избирались по мажоритарной системе. У нас было 15 одномандатных избирательных округов. Несколько раз в дальнейшем проводились потом до выборы. В этом году в представительный орган уже избрано 16 депутатов. Давайте еще раз расскажем нашим телезрителям, почему, что изменилось в системе выборов в этом году. Система выборов осталась по-прежнему мажоритарной. Это система простого большинства. Но по решению городской думы был осуществлен переход с одномандатных на многомандатные избирательные округа. Что это значит? Почему было принято такое решение? Ранее, если при системе одномандатных избирательных округов кто-либо из депутатов слагал свои полномочия, у нас целый округ избирательный, и его избиратели, соответственно, теряли своего представителя в городской думе. То есть некому было представлять конкретные интересы жителей этого избирательного округа. И плюс ко всему нам приходилось проводить дополнительные выборы в городскую думу для того, чтобы заместить вакантный депутатский мандат. При четырехмандатной системе выбытие одного депутата из состава думы по каким-то причинам не приведет к тому, что избиратели этого округа потеряют свое представительство в думе. Потому что их интересы будут представлять еще трое кандидатов, которые от этого округа были избраны в качестве депутатов. И это не приведет ни к потере представительства интересов на какой-то определенный период, ни к необходимости в срочном порядке проводить дополнительные выборы в думу. То есть простыми словами, это в первую очередь такая экономия сил и средств. Да, и более высокий уровень защищенности интересов граждан. Потому что что делает депутат? Он именно представляет интересы граждан, избирателей, которые за него проголосовали. Вообще, как вы оцениваете активность нынешних кандидатов, ну сейчас уже депутатов, ну в общем-то и тех, кто может быть не прошел в думу. Насколько насыщенной вам показалась предвыборная кампания этого года? Ну предвыборная кампания этого года, ну наверное, проходила в штатном режиме. Хотелось бы сказать, что мы очень надеялись, что еще большее количество, например, кандидатов в депутаты примет участие в дебатах. Потому что людям всегда интересно, что предлагают кандидаты. Какие именно задачи там они ставят перед собой. Какие обязательства они готовы взять на себя перед своими избирателями. Ну так получилось, что если я не ошибаюсь, в дебатах приняли участие только кандидаты от Единой России и один кандидат выдвинутой политической партии ЛДПР. Да, все верно. Ни кандидаты, ни от Справедливой России, ни от КПРФ, к сожалению, участие в дебатах не приняли. Хотя я думаю, это было бы целесообразно, это было бы интересно. Тем более, что такое время по закону предоставляется, и право участия в дебатах абсолютно бесплатно. Нужно лишь просто идти к своим избирателям и разговаривать с своими избирателями. Ну, мне сложно спорить с вами в этом вопросе. Вообще, Татьяна Геннадьевна, мы в этом году говорим о явке больше 40% избирателей. Среди городов Ямала, которые участвовали в этом году в выборах, где, вернее, проходили в этом году выборы, это лучший показатель. Что было сделано для того, чтобы добиться вот такой активности наших жителей? Ну, вы нас немножко перехвалили. Наш показатель не лучший по Ямалу. Действительно, на избирательные участки в Лабытнангах пришли 41,26% от количества избирателей, внесенных в списки. В Салихарде пришло 42%. Но я абсолютно не склонна сравнивать наш город с каким-то иным. Правильно сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним. И видеть какую-то перспективу на будущее. Я очень благодарна жителям, я очень благодарна избирателям, что они нашли время, что они пришли на избирательный участок. Потому что, если мы возьмем, например, чисто самостоятельные, ни с какими иными выборами, несовмещенными, выборы в органы местного самоуправления, вот у нас такие дополнительные выборы в чистом виде, проходили в 2017 году. И тогда на избирательные участки пришло только 30% избирателей. И мы очень-очень надеялись, что мы перешагнем эту цифру, этот порог. И поэтому, когда итоговая цифра оказалась 41,26, я поняла, что мы сегодняшние победили себя вчерашних. И сделали шаг вперед. Но что делалось? Наша задача – это информирование избирателей о месте времени голосования. Это разъяснение норм избирательного законодательства. Потому что участие в выборах, реализация активного избирательного права – это не обязанность, а именно право гражданина. И он сам лично, обдуманно только может принять решение, пойдет он на избирательный участок или не пойдет. Поэтому я рада, что... Ну, наверное, больше людей поняли, что нужно своим правом просто воспользоваться. Ну, я вот так вот, как-то вы все на откуп, вроде как вы ни при чем. Я все-таки хочу отметить. Ну, вот мне, например, было очень приятно получить какие-то там персональные такие приглашения на выборы. Я и так туда пойду, допустим, да. Но мне все равно было приятно прийти домой, обнаружить на дверной ручке вот эту, не знаю, как правильно называется, какие-то вот эти креативные такие различные штучки, которые напоминают мне о том, что обо мне помнят, что и мой голос действительно важен. Обнаружить в почтовом ящике приглашение. Какие-то, когда стучатся к тебе в двери и говорят, вы, пожалуйста, приходите, вас ждут, это будет тогда-то, тогда-то и там-то. Это ведь тоже все большая работа. Ну, мы действительно стараемся не забыть, не потерять, не упустить ни одного избирателя в нашем городе. Мы благодарны им за то, что они приходят на избирательные участки. Как мы можем выразить свою благодарность, кроме того, что сказать им спасибо? Ну, наверное, еще своим вниманием в ходе избирательной кампании. Нам, мы понимаем, что мы приходим, мы просим людей воспринимать наши визиты к ним нормально и доброжелательно. Потому что мы не навязываем кандидатов, мы не имеем права агитировать. Мы лишь имеем право и обязаны проинформировать. Поэтому мы хотели, чтобы наши какие-то вот такие штучки, как вы сказали, суверчики, они не были ни в коем случае какими-то политизированными, не создавали такого впечатления. Мы лишь хотели напомнить, что мы действительно любим своего избирателя и его ждем на избирательном участке. Вот штучки, да, на дверь. Вы знаете, я сама очень долго учила это название. Оказывается, правильно, это называется Хангер. Вот такая дверная гирка. Запомню, да. Ну, мне очень понравился креатив. Ты там внутри, я здесь наружу, давай встретимся. Действительно, я просто хотела отметить, вот этот нестандартный подход. Не просто, там, уважаемый избиратель, приходите вот на такой-то участок. А вот это, ну, какая-то простота и при этом теплота, с которой ко мне, как к избирателю, отнеслись. Вот мне было очень приятно. Ну, я рада это слышать. Нам приятно, что наши креативные мозговые штурмы не прошли даром. Потому что в разработке вот этих идей, как нам проинформировать горожан о выборах, о каких-то еще моментах, участвовали члены всех участковых избирательных комиссий. Это был в полном смысле мозговой штурм. Например, именно у председателей и секретарей участковых комиссий родилась идея для тех избирателей, у которых изменились избирательные участки, изготовить магнетики. Да, это не очень дорого, и суть не в цене, потому что мы себе не можем позволить, у нас нет шикарного бюджета, да. Но главное это здесь в другом. Вот я думаю, это как раз именно тот случай, когда дорогое внимание. Поэтому я говорю спасибо тем избирателям, которые оценили эту нашу работу и с благодарностью к нам тоже относятся. Татьяна Геннадьевна, а сколько молодых избирателей оценили вот этот подход? Сколько молодежи пришло на участки в этот раз? Ну, молодежи на избирательные участки пришло порядка 40% от количества внесенных списков. То есть цифра примерно как бы одинаковая. Единственное, что здесь хочется отметить, что среди пришедших на выборы молодых избирателей, мы говорим об избирателях в возрасте от 18 до 30 лет, к сожалению, количество впервые голосующих, которые пришли на наши избирательные участки, оно ничтожно мало. Это единицы. Чем это? Это объективные причины. Молодые люди, которые впервые голосуют, они не пришли на избирательные участки не потому, что они не захотели, а потому, что условия нашего города таковы, что выпускники школ к этому времени уже выезжают в другие крупные города, поступают куда-то на обучение, и в это время они уже даже не абитуриенты, а полноправные студенты. Мы за них очень рады, мы их поздравляем, но по месту регистрации они, конечно, внесены в списки избирателей в городе Лабытнанге, и поэтому те, кто в городе был, они пришли. Мы постарались им вручить именные дипломы, потому что самое сладкое слово для человека – это его имя. Хотя бы вот такую благодарность за то, что они пришли на избирательный участок, мы постарались высказать им. Я тоже помню, кстати, свои первые выборы. Мне тоже был подарок, но вот он был менее персонализированным. Тогда я, помню, получила неработающую зажигалку. Это было очень давно. Поэтому я думаю, что и здесь вы тоже не стоите на месте, и мне хочется верить, что вот этот диплом потом станет каким-то предметом для передачи его, скажем, детям, когда появятся у этой молодежи дети, и уже можно будет показать. «Смотри, мы там с тобой тоже когда-то пойдем на выборы». Кстати, вот семьями тоже ведь голосуют, приходят с ребятишками. Да, и мы очень признательны, когда избиратели, приходя на избирательный участок, приходят не одни, а именно с детьми. Потому что объяснять и рассказывать, и убеждать – это одно. Самый большой авторитет для ребенка – это его родители. И когда он смотрит и видит, как делают папа и мама, это значит, он уже осваивает эту модель поведения. Это значит, уже семья выполняет одну из главных своих функций. Это функция воспитательная. Это функция не просто воспитательная, а функция воспитания гражданина своей страны. человека, который осознает, в чем заключаются его права и что он должен их реализовать. Поэтому мы благодарны родителям за то, что они вот именно так поступают в день голосования. Но вернусь к тому, что право выбирать – это почетное право каждого россиянина. И, конечно, одной из главных задач территориальной избирательной комиссии – это обеспечить равный доступ к процессу голосования для всех избирателей. Каким образом в этом году строилась работа с маломобильными горожанами, с людьми в возрасте, с теми, кто как раз, как вы говорили, находится в данный момент под арестом в СИЗО? Выездные участковые комиссии как сработали? Это правильно называется – голосование вне помещения, в день голосования. Мы старались учесть каждого избирателя, который имеет проблемы в личном прибытии на избирательный участок. Можно было за 10 дней до дня голосования передать обращение в свою участковую избирательную комиссию через родственников, соседей, знакомых, лично по телефону, через социальных работников с заявкой о том, чтобы комиссия приехала на голосование вне помещения. В этом нам огромную помощь оказали социальные работники города. Это и социальные работники Центра социального обеспечения населения, и социальные работники Управления по труду и социальной защите, потому что они нам оказывали помощь и в информировании избирателей данной категории о выборах. То есть мы изготовили там брошюры, выборы в вопросах и ответах увеличенным шрифтом, которые были розданы. Это и встреча нашей представителей территориальной избирательной комиссии с избирателями пожилого возраста, которые состоят на социальном обслуживании в Центре социального обеспечения населения. То есть мы приложили максимум усилий, чтобы охватить таких избирателей и создать им максимально удобные возможности. Часть из избирателей, которые могли самостоятельно прибыть на избирательный участок, они голосовали на избирательном участке. Там при необходимости им оказывалась помощь волонтерами. Остальные же, которые пожелали голосовать дома, к ним были направлены члены участковых избирательных комиссий, которые и осуществили процедуру голосования вне помещения. Что касается непосредственно избирателей, которые находились в таких местах временного пребывания, как содержание под сражей, в СИЗО из более чем 100 содержащихся на момент голосования заключенных осуществить свое право смогли только 16, потому что только 16 человек обладали активным избирательным правом. То есть это люди, которые имеют постоянную прописку в городе Лабытнанге. В ИВС таких избирателей проголосовало 3 человека. И из данной категории впервые в городе у нас было организовано голосование для избирателя, в отношении которого была применена такая мера, как домашний арест. Тоже это не является помехой для участия выборов? Нет. Мы с вами знаем, что существует такое понятие, как презумпция невиновности. И до тех пор, пока вина не установлена судом, человек не теряет, не ограничивается в своем активном избирательном праве. Вы сказали о том, что помощь в этом вопросе оказали волонтеры. Вообще волонтеры уже на протяжении нескольких лет активно помогают членам участковых избирательных комиссий. Сколько в этом году было волонтеров привлечено? Ну, мы остаемся на стандартной цифре. Это 32 человека. Потому что непосредственно с самого утра и до вечера, конечно, отработать на избирательном участке очень тяжело. Поэтому волонтеры, они менялись. Один работал до обеда на участке, второй после обеда. Оказывали всю помощь, которую только могли. Я очень благодарна. Я сама была свидетелем. Когда я приехала, скажем так, проверить, погостить на участках, которые расположены в восьмой школе. Вот в школе три участка. Да, стоят указатели. И в холле стоят молодые люди в форме волонтера. И когда избиратели заходят на участок, они знают, где они голосуют. Вот у них есть приглашение с номером избирательного участка. Но они не смотрят на указатели. Первое, что они видят, это яркую форму волонтера. И они сразу подходят к молодым людям. Подходили со своим приглашением на выборы. И спрашивали, а у меня 310-й, мне куда? Вот вы знаете, там вот при мне было два парня и девушка. Они не присели, по-моему, ни на минуту. Но, кстати говоря, для того, чтобы быть волонтером на выборах, они ведь должны были предварительно обучением пройти. А чему учат волонтеров? Ну, дело в том, что ряд волонтеров, которые работают на избирательных участках, они уже работают не первый год. Уже знают очень многое. Все-таки главная задача, на которую мы их нацеливаем, это оказание помощи избирателям-инвалидам и избирателям пожилого возраста. Поэтому очень важным является освоение навыков общения с различными категориями таких избирателей. Как правило, это люди, требующие к себе повышенного внимания и очень тактичного подхода. Значит, ну, во-первых, как бы мы старались в таком ключе работать. То есть в буквальном смысле этикет общения, выдержка какая-то, да? Да. На сайте избирательной комиссии нашей размещены материалы по этике общения с различными категориями таких избирателей и волонтеры смогли отработать эти материалы. Каждый в своем темпе, в своем режиме, но очень подробно и с расстановкой. Мы с ними прорабатываем пути взаимодействия в различных ситуациях. То есть когда необходимо обратиться к председателю участковой избирательной комиссии. Каковы действия волонтера, если председатель участковой избирательной комиссии обращает их внимание, что нужно подключиться, оказалось, помощь там или там. Это буквально такие профессионалы на выходе. Ну, я думаю, что опыт, если лет пять проработать на избирательных участках в качестве волонтера, это незаменимый учитель. Это действительно будет профессионал. Татьяна Геннадьевна, кому-то может показаться, что у членов ТИКа после выборов, буквально после единого дня голосования, работа замирает. На самом деле, я знаю, что процесс подготовки длится круглогодично. У него не бывает ни каникул, ни выходных. Давайте сейчас расскажем нашим телезрителям, чем в данный момент заняты члены территориальной избирательной комиссии и какая следующая избирательная кампания уже готовится, какие выборы нас ждут. Ну, в данный момент, ну, это кажется, да, что прошел день голосования, и вот все, работа завершена. Для нас эта избирательная кампания завершится лишь спустя 60 дней после официального опубликования итогов выборов. Ну, например, вот в момент, когда я уходила к вам на передачу, в избирательную комиссию пришли два кандидата со сдачей итогового финансового отчета. То есть, ну, как бы, например, такой момент. Далее вы же понимаете, что такие вещи, как избирательная документация, это документы, которые подлежат хранению с различными сроками от года и более. То есть, это полные описи всех документов, это их передача на хранение в архивы. Ну, это само по себе... Довольно скучная, рутинная работа, но при этом, я так понимаю, требующая... Ну, она очень важная и требующая огромной внимательности, потому что все документы должны быть переданы в установленные сроки. Это закрытие специальных избирательных счетов. Это контроль за всеми расходами кандидатов и избирательных комиссий. То есть, работы достаточно много. Ну, и мы уже начинаем включаться в избирательную кампанию 2020 года, потому что подготовка идет задолго. Непосредственная работа у нас начинается за 90 дней минимум, за три месяца до дня голосования, потому что все избирательные действия начинаются с момента опубликования решения организующей выборы комиссии или решения органа, который должен это решение принять, о проведении выборов. Но мы не раскроем же государственную тайну, если назовем избирательную кампанию 2020 года. Абсолютно нет. Нас с вами ждут выборы депутатов законодательного собрания Ямала-Ненецкого автономного округа. Ну, будем надеяться, что все пройдет не хуже нас вчерашних, не хуже нас сегодняшних. Да. Спасибо, Татьяна Геннадьевна, за то, что нашли время. Пришли к нам сегодня в студию. Я вас еще раз поздравляю с завершением. Все-таки для нас, для всех завершилась кампания избирательная 2019-го. Вот пусть ближайшие 60 дней для вас не станут с неприятными сюрпризами. Спасибо большое. Вам спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что программу «Тема» всегда можно посмотреть в интернете. Адрес нашего сайта www.lbtdefistv.ru Кроме того, вы можете и сами стать соавторами наших программ, предложить интересную тему для обсуждения в эфире. Сделать это можно в наших группах во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе городских событий. Спасибо за внимание. Всего доброго. И до встречи на канале Лабытнадского телевидения. Лабытнадского телевидения.